Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Если говорить непосредственно о психологической, скажем так, составляющей ситуации, которую вы описываете, то болезнь вашей дочери – это потребность его внимания. Но здесь потребность его внимания, как мне кажется, усложняется в том числе еще и теми аспектами, что ребенку нужна защита. Потому что у вас сложные отношения с мужем, у вас есть какие-то обиды на, допустим, как вы сказали, сестру. Вот, вы пишите, что с мужем отношения вы налаживаете, ну, не совсем понятно, во-первых, как вы это делаете, да. То есть, ну, вы это делаете, я так понимаю, что без психотерапии, вот. Без психотерапии наладить отношения, ну, на мой взгляд, достаточно сложно, потому что вы можете не знать всех нюансов и есть, как бы, ну, вероятность того, что вы обратно, 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 вот, ну, обратно скажетесь в проблематику, вот, свою. Потому что, ну, потому что, ну, как правило, так бывает, вот, что люди скапываются в проблематику, потому что не совсем видят их причины проблематики. Соответственно, дочь – это отражение ваших, очевидно, сложностей, дочь – это отражение ваших, соответственно, трудностей, вот, и дочь – это, по факту, отражение, возможно, даже, что ваших потребностей. Каких-то. Хотя, конечно, так сказать, довольно сложно, потому что нужно смотреть, кто вы в этом конфликте, да. Вот. Как у вас конфликт с сестрой, вот, и, соответственно, в чем этот конфликт заключается, потому что, ну, по-другому, наверное, будет непредметно говорить. По сути, ваша дочь, она болеет, как реакция на некоторую вашу, вашу же собственную тревогу, вот. То есть, это вот, ну, по сути, это тревожница вашей дочери, вот, и, соответственно, так она с этой тревожницей справляет с этими словами, когда она, образно говоря, болеет, она чувствует, что она защищена, она чувствует, что она нужна, вот. Вот, в остальные же промежутки времени ей довольно сложно, как мне кажется, себя такой чувствовать, вот, потому что есть неопределенность, есть тревога. Вот, соответственно, дело здесь не в вашей дочери, вот, я не знаю, отдаете ли вы себе отсюда в этом, понимаете ли вы это, вы это или нет, но, это вот такой момент. Соответственно, соответственно, как мне кажется, имеет смысл вам в первую очередь обращать внимание на себя и уже потом на дочь. То есть, вы сейчас хотите помочь дочери, это желание естественное и нормальное, вот, но нужно, как мне кажется, понимать, что дочери вы не поможете, пока не поможете себе, потому что, ну, как бы, да, нельзя помочь. Кому-то, если у тебя достаточно сложно, ну, достаточно, если тебе с мамой достаточно сложно, вот, в том, что вам сложно, я, ну, как бы думаю, что сомневаться не приходится, потому что, потому что вы описываете, в общем и целом, свою, ну, свою жизнь, вы описываете, как жизнь человека, который, ну, пребывает в некоторых конфликтах и в некоторой, вот, тревоге, в некотором, таком, негативе, ну, довольно, вот, какое-то, какое-то, ну, продолжительное время, вот. И, соответственно, вам, конечно же, тяжелое время, вот, поэтому такие вот здесь дела, значит, к кому обращаться, дочери, пока что не к кому, может быть, только к врачу, ну, к врачу, вот, чтобы он как-то вот ей, ну, как-то вот поддерживать ее состояние, чтобы оно, чтобы оно, чтобы оно совсем не ухудшилось, вот, а вам, вам нужно обращаться к психологу и работать, соответственно, ну, вот, в контексте психотерапии, да, и гармонизации ваших отношений, вот, вам, мне кажется, также нужно было бы поработать с обидами, которые у вас имеются, вот, в том числе на сестру, вот, потому что все эти конфликты не проходят. Не проходят даром, не проходят бесследно для вашего ребенка, который, в принципе, ну, является, вот, что называется, достаточно, ну, чувствительным. Чувствительным к внешним каким-то моментам, к внешним каким-то угрозам, к внешним каким-то переживаниям и стрессам, потому что справляться с этим она не умеет, вот, тем более, что ей пять лет. Пять лет, вот, не совсем понятно, какой, какой, ну, какой помощи вы хотите, вот, то есть, как бы, ну, вы говорите, ждете любой помощи, но что это за любая помощь, например, мне, ну, мне очень понятно, потому что вы обращаетесь к психологам, вот, и, соответственно, можете от психологов получить только психологическую помощь. Если вы обратитесь к медикам, вы можете получить медицинскую помощь, но хотелось бы обратить ваше внимание на то, чтобы медицинская помощь лечат, лечат и работают непосредственно с симптомами, но не с причинами, вот, с причинами работают непосредственно в психологах, как бы. Вот, поэтому вот этот момент очень важно, мне кажется, фиксировать, вот, этот момент важно учитывать, потому что он, ну, является здесь определяющим фактором, вот. Не менее важным, на мой взгляд, является то, что вы не можете устроиться на работу вообще, если вы внимательно посмотрите на себя и на дочь, мне кажется, вы можете, могли бы увидеть кое-что общее. Именно это вот общее, да, ну, как бы, вот именно то, что вы, вероятно, не устраиваетесь, значит, на работу, не только, потому что, не можете этого сделать и за дочери, вот, но вы можете, можете, в том числе, не устраиваться на работу, по той вот причине, что, ну, работать, например, в целом, вам не очень-то и хочется. Или вы боитесь, или вам сложно, или это сопрошено с каким-то стрессом, или это сопрошено с желанием, вот, но, опять или нет, здесь есть какой-то скрытый мотив, потому что человек, если он хочет работать, он найдет возможность работать всегда, вот. А вы можете сказать, ну, как же так, если мою дочь там несколько, не с ним оставить, там у меня вот есть трудности и так далее. Я с вами здесь согласен, но я также хочу заметить, что это определенная реальность, в которой вы живете. Вот, то есть, иными словами, вы живете в той реальности, где можете отодвинуть работу на задний план. Вот. Такая вот история. Соответственно, из этого вытекают и те средства, в том числе, которые вы, например, можете использовать для того, чтобы, грубо говоря, ну, как-то вот продвигать свою реальность. То есть, имеется в виду, вы можете использовать, как бы, средства для того, чтобы продвигать ту, вот, стратегию своей жизни, вот, которую вы продвигаете. Ну, грубо говоря, да. Вот. И, соответственно, мне кажется, мне кажется, что это является важным моментом, вот, потому что, ну, в какой-то степени это является определяющей историей, вот. Ну, для вас, ну, для вас это является определяющей историей, потому что вы таким образом реализуетесь в этой позиции. Вот. Поэтому, поэтому, чтобы я рекомендовал вам, на что бы, точнее, я рекомендовал вам обратить здесь внимание. Я рекомендовал вам обратить внимание на следующее. На то, что вам важно. И на то, если такое у вас, что вам важно, ну, вообще вот, в вашей, скажем так, жизни. Вот. Если такие вещи, которые вам важны, которые вам, например, интересны, да, вот, если такие вещи есть, то, соответственно, имеет большой смысл на них обратить вам свое внимание. Вот. И потом начать не с того, чтобы устраиваться на работу, хотя и это тоже важно, а с того, например, чтобы просто реализовать то, что вам может быть интересное, то, что вам может нравиться, то, что вам нравится, то, что вас может увлекать, то, что вас может привлекать, вот, и, соответственно, уже дальше вы, как мне кажется, пойдете, вот, ну, дальше по, условно говоря, нарастающей. Так же, вот, условно, необходимо почувствовать, я бы сказал, некоторый, ну, некоторый вкус, некоторый вкус, вкус деятельности, вот, который сейчас вы, ну, на мой взгляд, не чувствуете вообще. Вот. Это может быть связано в том числе с вашей ситуацией, там, это может быть связано с вашим положением, в котором вы оказались в положении, в положении, безусловно, нелегким. Вот. Это может быть связано с таким вот, ну, чувством, да, ощущением, например, того, что вы одна, или того, что вам никому там помочь, или, может быть, какие-то еще вещи, вот, вы здесь сами увидите их, сами их зафиксируете, вот, может быть, повторюсь, может быть, потому что я не знаю, ну, вот, как вы, готовы ли вы к этому или нет, да, то есть, видите вы это или нет, я не знаю, вот. Соответственно, на это тоже необходимо обратить вам свое внимание. Вот. Реализация, ваша собственная реализация, даже не обязательно через работу, да, а вот, ну, просто реализация. Крайне важно. Вот, крайне важно, что вы себя реализовываете. Если вы себя не реализовываете, то, как бы, начинает происходить вот то, что, ну, то, что называется накоплением, да, накоплением определенных ресурсов у вас. И, в итоге, получается, ситуация, получается история, вот, при которой вы, ну, чувствуете себя весьма и весьма, я бы сказал, подавленным. Вот. Возникает ощущение при, возникает ощущение и чувство, при котором вы чувствуете себя при себя, может быть, даже, ну, вот, бесполезно, да. Вот. Хотя, на самом деле, это, безусловно, не так. На самом деле, вы ни в коем случае, ни в коем мере не являетесь вот такой, вы не являетесь бесполезной. Ну, вы можете вполне себя так ощущать, вы можете вполне себя так чувствовать, потому что, вот, боитесь, ну, какой-то, вот, деятельности, да, боитесь каких-то шагов, например, ну, вот, допустим, в сторону, в сторону, в сторону того, например, чтобы работать, да, или в сторону того, чтобы как-то себя, значит, продвигать, как-то в столице, так и так далее. Вот. Может быть, так же, и это, наверное, уже будет последним, что я скажу, ваша дочь, реакция вашей дочери связана с тем, что вы ее гиперопекаете. Такое, в принципе, тоже может быть, но понятно, что сейчас это предположение. Я только предположение, и не более того, потому что, ну, опять же, опять же, я не знаю, как обстоят дела, может быть, может быть, я не прав, может быть, на самом деле, ситуация-то совсем и по-другому складывается. Так или иначе, что важно, вот, что важно зафиксировать, это то, что у вашей дочери есть психосоматика, вот, и эта психосоматика, она, скорее всего, будет развиваться, как бы, ну, в дальнейшем она будет развиваться, она будет увеличиваться, вот, если ничего не сделать. Вот, и если ничего не сделать, ну, вот, в первую очередь, если вам с, ну, с собой, вот, не с дочерью, да, а именно вот с собой вам. Вот, если вы не будете как-то о себе, там, заботиться и так далее. Поэтому давать сейчас на дочь нагрузку, на мой взгляд, ну, такой вот прямой, прямой путь в никуда, вот, потому что ребенок, ребенок будет как-то вот, ну, сопоставляться, да, ребенок будет негативно относиться к тому, что его пытаются лечить, вот, а может быть и позитивно будет, но, так или иначе, вы приучаете, что называется, вот, человека, да, к такой беспомощности. Вот, к, ну, к такому, не побоюсь этого слова, вот, ну, к состоянию беспомощности, вот, когда, значит, он, ребенок, в смысле, понимает, вот, что, что, ну, единственный, ну, единственный способ жить, единственный способ существовать, это вот как раз болеть и быть беспомощным, вот, ничего хорошего, как вы понимаете, я надеюсь, из этого не получится ни для вас, ни для ребенка, вот, поэтому, что здесь в первую очередь хочется сказать? Да, сказать хочется тоже, что нужно выходить вам из состояния жертвы, вот, для этого, как мне кажется, нужно работать с ответственностью, ну, вот, личной ответственностью вашей, и, возможно, со страхами вашими перед личной ответственностью, вот, работать с болью, которая у вас есть, вот, и боли, скорее всего, у вас достаточно и много, вот, соответственно, это тоже может влиять на ребенка, вот, ребенка, ребенка 5 лет, действительно, порой, ну, на самом деле, страшно, может быть, оставлять одного, да, но, опять же, здесь момент такой, что приучать именно, именно, именно приучать ее к тому, чтобы она, ну, училась, да, училась она, чтобы самостоятельность, и независимо, например, вот, вполне можно, вполне можно это сделать, вот, вопрос заключается в том, насколько вы к этому готовы, да, вот, потому что, ага, опять же, опустить, опустить дочь от себя, с учетом того, например, что она болеет, да, с учетом того, что она может болеть, это вдвойне сложно, вот, но давать ей возможность себя проявлять и чувствовать свои силы очень важны, жизненно важны, жизненно необходимы, вот, и в никаком случае, ну, никто не говорит, это было бы, ну, несправедливо, это было бы, ну, несправедливо, это было бы, ну, не совсем, честно, по, по отношению к ней, вот, поэтому очень важно на этом тоже обратить вам свое внимание. На этом все, надеюсь, что помог вам, а вам вместе сможем обратиться к психологу для работы, вот, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.